Уважаемые гости, компания Коберлайн приветствует вас на нашей встрече, которая сегодня посвящена отчетности за полгодия, то есть за 6 месяцев. На экране вы видите наши контактные данные, то есть наша электронная почта, наши телефоны, телеграм-контакты и адрес нашего сайта. Вести нашу встречу буду я, консультант на Лизе Каденес, Галина Гардышева. И если, например, неудобное время вам оказалось или вы не смогли по какой-то причине досмотреть, дослушать нашу встречу до конца, то вы можете немного позже вернуться на сайт. Мы выкладываем записи наших вебинаров и, соответственно, вы можете посмотреть и прочитать это в более удобное время. Ну и, возможно, посмотреть другие материалы, может быть, что-то покажется вам полезным. Итак, программа нашей сегодняшней встречи, вы видите ее на экране, посвящена отчетности за полугодия. Ну и, естественно, основным изменением, которые у нас коснулись НДФЛ, как самым, ну, видимо, больше изменяемым на данный момент. То, что сейчас у нас НДФЛ, это изменение пособий и показатели, которые будут сравнивать налоговики, то есть контрольные соотношения. Сейчас про это много пишут. Ну и, если успеем, посмотрим дополнительные сервисы и отчеты. Это, хотя революционных, скажем так, изменений, слава богу, у нас не произошло, кроме анонсируемых правительством налоговой реформы и в связи с этим изменений. Как будет происходить наша беседа? То есть мы будем с вами смотреть какие-то нормативные материалы по слайдам. И будем параллельно переключаться на демо-версию ERP, вот таким образом. И, соответственно, смотреть на демо-базе, какие конкретные отчеты, о чем мы с вами говорили, уже, так сказать, предметно на практике. Ну, хочу сразу обратить ваше внимание на то, что сейчас очень большой скоростью происходят изменения именно такие, если можно сказать, фундаментальные, когда изменяется и методика расчетов, и форматы отчетности, не только, так сказать, регламентные отчеты, а и формат, в котором они составляются. И поэтому актуальность конфигурации сейчас очень важна. То есть если вы садитесь заниматься какой-то отчетностью, то первое, что надо сделать, это проверить актуальность вашей конфигурации. При запуске программы у вас выскакивает у обычного такого окошечка. То есть это монитор портала 1С и ТС. И здесь условия, которые вам необходимо проверить. То есть в первую очередь это конфигурация, то есть обновление конфигурации. И потом просмотреть платформу. Вы видите, у нас высвечивается изменение платформы не требуется. То есть платформа у нас соответствует требованиям. А вот версия требуется 2.5.17. А мы с вами посмотрим, какая у нас версия по этой пиктограммке. Сведения о программе. И здесь нам высвечивается, что релиз платформы у нас вполне допустимый сейчас. А вот конфигурация у меня стоит 2.5.15. То есть в принципе уже 17-й релиз, уже произошли какие-то изменения, которые мне надо учитывать. Но я могу посмотреть, что конкретно здесь изменилось. То есть если исправлены какие-то ошибки, то здесь будут написаны. Исправлены там ошибки версии, например, 2.5.15. И какие конкретно. Но в нашем случае теоретических обновлений не было. Поэтому мы с вами будем смотреть на 15-м релизе. Так. Посмотрели, какой релиз у нас есть. Поняли, что еще можем работать. И возвращаемся обратно к нашим слайдикам. Сначала немножко теории восстановим, так сказать, на практике по значимости. И я хочу немножко перепрыгнуть в наши слайдики. То есть включить вам вот такую табличку. Здесь те отчеты регламентированы, которые необходимо сдать в июне. Ну, то есть май-июнь. И вы видите, в первую очередь у нас декларация по прибыли. То есть, естественно, это ежеквартальная и ежемесячная. Ну, в зависимости от того, как ваше предприятие отчитывается, то есть ежемесячно или ежеквартально. Соответственно, у вас будет такая декларация. Ну, в обязательном порядке декларация по НДС. Сейчас, как вы видите, сроки все 25 число. Единая упрощенная декларация. Ну, то есть, если это у вас предприятие, которое не ведет никакой деятельности, то вы можете сдать единую упрощенную декларацию 22 июня. А вот декларация по водному налогу в обычном порядке сдается. То есть там, слава богу, не было никаких революционных изменений. А вот 6 НДФЛ, к сожалению, были. И вот здесь вам нужно проверить. Потому что мы помним, что у нас с первого квартала, то есть с 1 января, новая форма 6 НДФЛ. И, как мы уже с вами поговорили, не только формат, но и форма все изменилась. То есть, если я попытаюсь сформировать старыми механизмами новую декларацию с ручным редактированием, например, то у меня ничего не получится. Программа мне такую декларацию не пропустит. ЕРСВН мы сдаем тоже 25-го. И персонифицированные сведения. Ну, соответственно, ЕФС-1 отчет. Мы помним, что мы сдаем на самом деле в разные сроки. То есть, когда у нас касается приема на работу, то есть кадровых мероприятий, прием, увольнение, перемещение, то в этом случае мы сдаем ЕФС-1 на следующий день, то есть следующий рабочий день. Ну, а то, что касается СЗВ-стаж, сдается в соответствии с графиками. Мы про это поподробнее поговорим. То есть, 25-го числа. А теперь возвращаемся снова к началу и говорим вот о чем. Ну, естественно, прибыль в первую очередь нас интересует. То есть, сдают прибыль еще по-старому. То есть, у нас правительство анонсировало, что будут изменения по прибыли, будут изменения по НДФЛ и по НДС. Но сроки даются не с завтрашнего дня. И поэтому мы ориентируемся на те законодательные акты, которые у нас действовали до момента публикации изменений в налоговой системе. То есть, плательщиками налога на прибыль у нас являются все предприятия и организации, которые находятся на общем режиме налогообложения. И, соответственно, они сдают декларацию в течение 25 дней после завершения квартала. В нашем случае это 25 июля, потому что переносов, вот если мы посмотрим на календарик, сейчас мы сделаем, то, как мы видим, июнь у нас 25 число, это вторник. То есть, соответственно, никаких праздников и других оснований для переноса сдачи отчетности у нас нету. Поэтому мы сдаем ее 25 числа. Собственно говоря, форма налога на прибыль у нас старая, которая действовала и в первом квартале. И, собственно говоря, она уже знакома и таких, ну, каких-то совсем уж сложностей не вызывает, но есть определенные особенности. Эти особенности касаются в основном заполнения листа номер 2. И здесь у нас вот какая особенность. То есть, в строке 210, это вот как у нас выглядит сумма начисленных авансовых платежей, мы отражаем и ежемесячные авансы, и доплата, либо уменьшение за предыдущие кварталы. Хочу обратить ваше внимание, что уплатила ли ваша организация их в бюджет или нет, значения не имеет. То есть, вот по такой формуле, как вы видите, у нас проверяется, правильно ли вы заполнили эту строку. Это строка, напоминаю, 210. Строка 220. Вот она у нас так выглядит. Это федеральный бюджет. И, соответственно, здесь мы проверяем сумму, которую должны оказать вот по такой вот формуле. То есть, в итоге у нас должны получиться значения, ну, типа, приведенных вот в этой картинке на слайдике. Сейчас мы с вами переключимся на нашу демо-базу. И где у нас формируются декларации. Это регламентированный учет. Блок 1С-отчетность. Это у нас блок, напоминаю, не только название блок 1С-отчетность, но и название сервиса 1С-отчетность. И когда мы переходим в рекламентированные отчеты, программа не забудет сама себя похвалить. И мы можем почитать, что такое 1С-отчетность, что такое этот сервис. Вот, видите, есть такая краткая информация. И поподробнее вот по этой ссылке можем почитать и подключиться. Но если говорить простыми словами, то это возможность подключения к сайту ФНС напрямую, минуя операторов ТКС. И, соответственно, это экономит вам время, потому что, ну, на обмен с операторами ТКС требуется время для передачи. То есть мы выгружаем файл с отчетностью куда-то на внешний ресурс, потом пересылаем его ТКС, потом ТКС пересылает его налоговую инспекцию, получает от нее ответ и пересылает нам. То есть, естественно, вот эта длительная пересылка туда-сюда, мы ее в этом случае избегаем, но обратите внимание на, так сказать, мелкий шрифт. То есть, если у вас ИТС подписка уровня проф, то вы можете подключить одно, обратите внимание, одно юридическое лицо или ИП к этому сервису бесплатно. А если, например, у вас 52 юрлица в базе, то в этом случае, конечно, уже за них придется платить. Ну, в зависимости от того, сколько лицензии надо. Здесь, в принципе, будет сумма достаточно дружественная, потому что стоит лицензия подключения ИТС, подключение через этот сервис 1С-отчетность, стоит порядка 4 800 в год. Ну, соответственно, если разобьем помесячно, получается дружественная сумма. Для чего нам нужна эта ИТС-отчетность, мы еще потом немножко затронем. На самом деле, тоже для подключения к личному кабинету, который недавно создан был. Ну, пока мы это закрываем. И по кнопочке «Создать» мы попадаем с вами в журнал, в общий журнал отчетности, который был создан. И, соответственно, можем посмотреть ее статусы. То есть, принято, не принято. Но по кнопочке «Создать» я могу создать налоговую отчетность. То есть, вот я выбираю налоговую отчетность. И меня интересует декларация по прибыли. Ищу, смотрю, где у меня здесь декларация такая. Вот, декларация по прибыли. И, соответственно, выбираю мое лицо, юридическое, деловой союз. И выбираю период, который меня интересует. Первое полугодие. Потому что, напомню, декларация по прибыли составляется нарастающим итогом. То есть, не за второй квартал, как МТС, а нарастающим итогом. И нажимаю кнопочку «Создать». Здесь у меня подсказки по истории создания. То есть, если были новые формы, у меня будет такая справочная строка. И, значит, вот здесь, если у меня заполнены правильно все справочники и вся нормативная информация, которая при настройке программы заполняется, то у меня вот такая волшебная кнопочка «Заполнить». Мне полностью должна сформировать мою декларацию по налогу на прибыль. И, соответственно, теоретически я не должна уже заполнять никаких дополнительных листов. Но все-таки у меня, скажем так, душа не на месте. Я лезу проверять, а что у меня в этом случае заполнено. Ну, титульный лист здесь, собственно говоря, никаких революционных изменений нет. И я перехожу, проверяю раздел номер 1 у меня. Да, все ГБК стоят, АКТМО стоит. Раздел номер 1.2 тоже самое. Раздел .3. То есть для меня эта информация не нужна, потому что у меня этого нет. И теперь переходим к листу номер 2. И начинаем вот с чего. Что, во-первых, здесь я должна указать, если у меня предприятие, например, резидент особоэкономической зоны, то, естественно, я ставлю троечку. И вот здесь указываю номер свидетельства о регистрации. Здесь хочу обратить внимание, что если у вас, например, предприятие совмещает виды деятельности, то есть оно не только является резидентом, но и, например, резидентом по какому-то конкретному направлению деятельности, то тогда у вас будет два листа. То есть одно будет с единичкой с признаком налогоплательщика, и другое будет с троечкой, то есть, соответственно, по льготируемому направлению деятельности. Если несколько направлений, например, льготы по каким-то разным направлениям, то, соответственно, будет три листа и так дальше. И вот здесь у меня, собственно говоря, уже формируются автоматически мои показатели. То есть когда я заполняю признак налогоплательщика, мне надо не ошибиться. А здесь у меня программа формирует уже циферки самостоятельно. И мы помним, что желтое поле я могу редактировать вручную, то есть вот добавить какие-то данные. А вот то, что у меня зеленым стоит, это темно-зеленый, это итоговая сумма, то есть зависит от разных ячеек. А светло-зеленая сумма вот такая можно, конечно, вынести, но это уже влияет на расчеты. То есть не просто справочная строка, как, например, вот эта, а уже влияющая на расчеты. И, соответственно, я уже в зависимости от того, что заполняю, я лезу и смотрю, что у меня здесь, какие циферки, то есть где мои эти опасные строчки. И смотрю, уже правильно или неправильно они сформировались. Сейчас мы переключимся снова на наши слайдики. Вот на наши слайдики. И посмотрим. Особенности 0 второго листа у нас с вами идут в строках 210-220. То есть вот мы посмотрели... Ой, блин. Мы посмотрели их на вот такой картинке и двигаемся дальше. А еще с сложности вопроса обычно вызывает 290-я строка. Здесь вот видите формула, по которой мы можем его проверить. То есть на самом деле это общая сумма трех авансовых платежей. Если по этой строке у нас нулевое подчисление, то в строках 290 ставим прочерки. То есть нули не пишем, а ставим прочерки. И по 300-й строке у нас тоже возникает, к сожалению, много вопросов. То есть здесь отражается величина убытков. То есть то, что приравнивается к внереализационным затратам. Соответственно, строка 301 – это убытки прошлых лет. И строка 302 – это безнадежные долги. Если у нас есть резерв, который нам предусмотрен для таких ситуаций, то в этом случае мы указываем сумму безнадежного долга, которая не покрыта резервом. Итого, при расчете строки 200 у нас с вами исключаются суммы, которые мы отобразили в 300-й строке. То есть мы убытки, собственно говоря, минусуем из суммы в строке 200. И сдать декларацию еще раз, напоминаю, по прибыли. Мы должны до 25 июня. А форма у нас та, которая действовала и в первом квартале. То есть вот вы видите у нас ссылка на нормативный документ. И, собственно говоря, учитывать вступившие уже сейчас силы изменения необходимо покаместь в старых рамках. То есть о том, что было анонсировано, изменение налогообложения прибыли, повышение тарифов с 20 до 25 процентов, пока не затрагивают отчетность, пока только анонсировано с тем, чтобы предприятия могли оправиться от шока и так далее. То есть в итоге у нас с вами декларация по прибыли будет выглядеть вот таким образом. На самом деле это уже всем знакомые формы. То есть здесь мы уже все знаем и все знакомо. Теперь хочу обратить ваше внимание, что у нас еще появилось уже, мы уже сдавали такой налог, новый налог, налог на сверхприбыль. Но это новоство касается тех компаний, которых по налогу на прибыль в предыдущие периоды, то есть в 2021-2022 года составили более 1 миллиарда рублей. То есть большинство предприятий малого и среднего бизнеса это не затронуло. А крупный бизнес, если попадает по показателям, то тогда ему придется сдавать налог на сверхприбыль и подавать декларацию. Соответственно, с 2024 года все компании, которые раньше получили сверхприбыль, обязаны по ней отчитываться и сдавать уже эту декларацию. Сумма у нас составляет 10%, но не может быть уменьшена на сумму обеспечительного платежа. Ну, соответственно, если вы относитесь к малым и средним предприятиям, то есть если вам так повезло, и у вас сверхприбыли нету, то нулевая декларация не подается. Если прибыль есть, делаем декларацию. Если прибыли нету, декларацию не подаем. Ну, это вот слайдик тот, что я показывала вам с самого начала, то есть какие мы с вами должны подать отчетные рекламентированные документы. И, в общем-то, здесь у нас с вами тоже все знакомое, революционных изменений ни в чем нету. Единственное, что отчет 6 НДСЛ, как я уже сказала, у нас за первый квартал подавался по новой форме, но ко второму кварталу, в принципе, эта форма уже опробована, так сказать, и не вызывает такого смущения. Поскольку сроки отчетов, как вы видели, у нас почти все приходятся на 25 число, и, соответственно, все они предоставляются в налоговую инспекцию, то, в общем-то, здесь уже не надо так следить за тем, что наступило 20 число и сдаем НДС, или наступило 25-е, и мы про все забыли. У нас, значит, остается отчетность в социальный фонд, то есть в социальный фонд мы сдаем отчетность по травматизму и перс-учету. То есть, соответственно, это тоже уже знакомые нам все отчеты, а вот на статистику хочу обратить ваше внимание. Прежде чем мы поговорим подробно о статистике, я хочу переключиться на демо-базу, зайти в раздел регламентированный отчет, это мы сейчас пока закроем, нам не надо, нет, не надо нам сохраняться. Вот так. Значит, раздел регламентированный учет. Когда мы открываем и видим здесь блок 1С отчетность, мы, соответственно, видим личные кабинеты. И, значит, именно личные кабинеты я сейчас и хочу заглянуть. Вот почему. Видите, хвалит себя программа, хвалит сервис 1С отчетность. Значит, хочу заглянуть, вот почему. В этом разделе у нас сосредоточены личные кабинеты, которые касаются юридических лиц, ну, либо юрлицо, либо иплист, и, соответственно, взаимоотношения юридических лиц с фискальными органами. И нас с вами интересует статистика. Вот по такой ссылочке я могу попасть на сайт статистики в свой личный кабинет. Здесь я не смогу переключиться, потому что у нас демо-база, и на нее сведения заполнены, естественно, виртуальные, поэтому перейти не получится. А если реальные данные вы заполнили, свои регистрационные коды ввели, и вы можете перейти по вот этой ссылочке, то есть на личный кабинет статистики, и по своему ИНН проверить, под какую отчетность вы попали. Почему проверить? Потому что, начиная, ну, собственно говоря, с прошлого года, и в этом году статистика очень много отчетов дополнительных прислала, которые предприятие должно заполнить в случае, если оно попало под выборку, соответственно, по ИНН. И вот после того, как вы проверили статистику, вы можете уже спать спокойно, что вы ни под какие выборки не попали, и никаких отчетов сдавать не должны, потому что отчетов на самом деле очень много. И кроме того, что вы можете что-то пропустить, вы можете нарваться на штрафы, потому что статистика начала применять реальные штрафы, начиная с прошлого года. Штрафы за нарушение сроков сдачи отчетности, статистику на первый случай составляют 70 тысяч рублей, при повторном нарушении до 150 тысяч рублей. Поэтому обратите на статистику внимание, потому что платить и 70, и 150 тысяч только за то, что вы внимательно не нашли время проверить свое наличие вашего ИННа в списках на какие-то отчеты, будет обидно. А теперь возвращаемся снова к нашим слайдикам. И вот в качестве иллюстрации моих слов я вот сделала такую выборку, что на третье по состоянию, на третье 0,7, то есть через месяц, на 3 июля, статистику должны представить по этому сроку вот такие отчеты. То есть авиаработы, коллективные трудовые споры, профилактические прививки. Ну, то есть, видите, отчетов достаточно много, это только по состоянию на 3 июля. Соответственно, по состоянию на 25 надо проверять и так далее. После того, как мы проверили, что со статистикой мы ничего не нарушили, мы можем отвлечься вот на что. То есть у нас на самом деле максимальное количество новаций, так сказать, коснулось НДФЛ. Ну, как обычно, создавались как бы эти отчеты для упрощения уплаты налогов, контроля, а в результате получилось, как всегда. И это здесь очень наглядно иллюстрирует именно НДФЛ. То есть, когда наступил Новый год, обычная система, то есть бухгалтера сдали отчеты, которые по срокам сдаются, то есть там НДФЛ, ОНДС и так далее. И, собственно говоря, с 20-х чисел где-то старались выкроить себе отпуск. Соответственно, рассчитали зарплату и подали заранее по второму сроку уведомление о том, что было начислено. Но уведомления вернулись обратно как ошибочные. И указанная причина была срок подачи не наступил. То есть, в отличие от предыдущих периодов, когда можно было сдать досрочно, сейчас такая ситуация не проходит. То есть, сдать уведомления мы можем только в указанной законодательстве сроки. И с 1 января, как вы помните, мы подаем два уведомления по двум периодам. Соответственно, с 1 по 22 и с 23 по последнее число месяца. И, соответственно, подается за первый период, с 1 по 22 мы подаем не позднее 25 числа, а по второму периоду по срокам подаем не позднее 3 числа. Ну, заплатить, соответственно, должны не позднее 5 числа. То есть, это уведомления по НДФЛ. То, что связано с НДФЛ, это у нас отчеты ЕФС-1. Вы видите на экране нормативный документ, которым это утверждено. И форма у нас состоит из двух разделов. И, соответственно, эти разделы подаются в каждый, в свой срок. Ну, то есть, при проведении кадровых мероприятий, как мы уже говорили, подается уведомление и отчетность на следующий рабочий день. Вот, видите, здесь идут разделы 3 и раздел 2, когда подается. И, соответственно, если другая информация, то подается в другие сроки к 25 числу, как обычная информация. И еще раз переключимся на темно-базу. И посмотрим, вот какой момент. То есть, раздел регламентированные учеты. И здесь нас интересует общий журнал документов. И, соответственно, хвалит она себя очень активно. Соответственно, мы сдаем отчетность ЕФС-1. Но, обратите внимание, то есть, у нас есть налоговая отчетность вот такая. И есть отчетность фонда вот такая. Сейчас мы закроем. И отчетность по физлицам. То есть, третий вариант. И вот здесь, если мы с вами выбираем отчетность СЗВ-стаж, то, соответственно, мы попадаем, например, вот заполнить. Так, организация берем. Пусть будет деловой союз. Заполнить всеми сотрудниками. И, соответственно, если я выбираю печатную форму СЗВ-стаж, то есть, за прошлый период, если мне надо сдать какие-то уточненные отчеты, я выбираю СЗВ-стаж. А в противном случае я выбираю ЕФС-1. То есть, если я выбираю ЕФС-1, то у меня, соответственно, ох, как мне программа рвнулась, сколько у меня всего не заполнено. Ну, то есть, соответственно, у меня программа сформирует печатную форму. И, обратите внимание, формат документа будет соответствовать ЕФС-1. То есть, это будет новый формат, который применяется для этой отчетности. Это будет уже не СЗВ-стаж. Так, это мы пока... Нет, нам не надо изменить данные. Так, это мы возвращаемся к нашим слайдикам. То есть, соответственно, СЗВ-стаж мы не затрагиваем, потому что это постановление уже утратило силу. И формируем мы ЕФС-1. То есть, это новый бланк, в котором есть подраздел уже для стажа наемных работников. Это подраздел 1.2. Обратите внимание, 1.2. Ну, соответственно, вы видите на экране, в каких случаях он заполняется. Мы об этом уже говорили. И что по срокам это до 25-го числа. И обратите еще такое внимание, внимание на такую тонкость. То есть, если у вас гражданско-правовые договора есть, ГПД, все равно какие, то по ним обязательно нужно включать сотрудников в эту отчетность. То есть, если у вас, скажем так, постоянные сотрудники находились в кадровые документы без движений, а гражданско-правовые договора заключались, исполнялись и так далее, то эти сведения вы в этом порядке должны включить. И еще при расчете страховых пособий, страховых случаев досмотрена вот такая. Сейчас слайдик посмотрим. То есть, тип сведений, появилась вот такая графа, это назначение выплат по ОСС. Соответственно, в этом случае у нас застрахованное лицо подает нам документы, которые связаны с беременностью или родами. Ну, то есть, соответственно, это получение социального пособия. И, значит, у нас вот в этом вот поле должны проставляться чекбоксы, то есть красивые зеленые галочки. Теперь мы поговорим про отчет 6 НДФЛ. То есть, мы помним, что сам отчет, сама форма 6 НДФЛ у нас с 1 января изменилась. И уже утверждены новые контрольные соотношения. И вот их-то будет проверять налоговая инспекция ежемесячно. То есть, видите, указаны письма, которые регулируют проверку контрольных соотношений. И если переключиться на информационные базы юридически, то здесь прописан алгоритм, то, что будут делать инспекторы для выявления несоответствия. И, собственно говоря, на основании контрольных соотношений будет анализироваться ваша отчетность. И обратите внимание, если вы сдаете 6 НДФЛ, и налоговики обнаруживают нарушение контрольных соотношений, то данные такого отчета будут учтены при определении совокупной обязанности не в периоде ее предоставления. То есть, не тогда, когда вы предоставили такой отчет, а только на одну из более поздних дат. То есть, на дату вступления в силу решения по камеральной проверке, либо в течение 10 дней со дня окончания срока камеральной проверки, либо со следующего дня, если при проведении камеральной проверки не были выявлены нарушения законодательства о налогах и сборах. То есть, практически вот эти все три пункта у нас декларируют то, что отчетность будет сдана, будет принята в другом периоде, то есть, не тогда, когда она представлена, а когда произошли вот такие события, связанные с камеральной проверкой, то есть, по итогам камеральной проверки. И вот здесь вот вы видите, что нарушение контрольного соотношения в разделе 1.1 будет однозначно свидетельствовать об ошибке и приведет, скорее всего, к начислению штрафа. Ну, а ошибки в других контрольных соотношениях приведут к тому, что вы получите от налоговых органов требование представлений пояснений. То есть, пояснительную записку, почему у вас указаны такие данные и не требуется ли представить уточненку. Поэтому на контрольное соотношение сейчас при сдаче отчетности нужно особое внимание обращать и посмотреть те регламентирующие документы, которые связаны с проверкой этих соотношений. Ну, за второй квартал 24-го года естественно используется новый бланк, то есть тот, который использовался в первом квартале. То есть, имеется в виду не новый бланк и еще один, а тот же, который был в первом квартале, но который является новым по отношению к 2023 году. И, собственно говоря, в расчете за второй квартал мы заполняем титульный лист первой и второй разделы. справки 2 НДФЛ мы не прилагаем к этому отчету, потому что они предоставляются только за год. Тогда мы должны указать то есть, мы должны приложить все справки 2 НДФЛ и указать период 21. Обратите внимание, что если у вас есть обособленные подразделения где-то, например, в другом городе или в другом регионе, то мы заполняем расчет по головной организации и по подразделению. То есть, соответственно, по каждому КБК мы заполняем отдельно раздел 1, а раздел 2 по каждой КБК и ставке налога. еще раз переключаемся с вами на демобазон и у нас здесь в качестве примера было сделано несколько отчетных форм. То есть, в средненачисленных взносах ИФС-1 обратите внимание, что сам отчет у нас начинается второго раздела. То есть, раздел 2 и, соответственно, сведения, которые в этих разделах указываются. То есть, первого раздела у нас нету. Первый раздел мы формируем по документу начисления о страховых взносах. опа, так, которое мы с вами смотрели, то есть, через статьи. Вот, отчетность по физлицам. И здесь мы выбираем с вами СЗВ стаж. И вот тут мы с вами можем сформировать ЕФС-1, который будет содержать раздел 1.1.2 и так далее. Так, снова возвращаемся к слайдикам к нашим. Так, и теперь, собственно говоря, то, что касается НДФЛ. То есть, НДФЛ у нас изменялся и в отношении того, что были изменены ставки резидентам и диссидентам. И, собственно говоря, вот видите, если мы формируем все документы по НДФЛ, то, соответственно, у нас вот такая палитра отчетов, которые мы можем сформировать. И обратите внимание, еще вот слайдик, сейчас мы посмотрим с вами, то есть, при формировании отчетности 6 НДФЛ за квартал, вот то, что мы с вами смотрели по разным ставкам и разным КБК, здесь у нас отражается отчетность по физическим лицам и, соответственно, сумма, которая у нас причитается к уплате. Сейчас мы снова переключимся и вот посмотрим уже созданную отчетность, вот 6 НДФЛ, соответственно, у нас мы заполняем титульный лист. Обратите внимание вот на вот эту ссылку, то есть, код по ОКТМО мы должны проверить в сведениях, которые указаны в карточке организации, то есть, обычно она заполняется при первоначальном запуске программы, но мы на всякий случай глянем, то есть, это раздел НСИ и администрирование, вот у нас сведения про организации и мы выбираем из списка организаций ту, которую нам надо и здесь у нас с вами есть регистрационные данные и мы можем проверять, где нам требуется код ОКТМО и если, значит, что-то у нас здесь не указано, то есть, видите, у меня не указаны все номера, все коды, то есть, я при заполнении халтурила, причем халтурила совершенно бессовестно и эти коды не указаны, соответственно, они не будут указаны и в декларациях, ну и, соответственно, будет неправильно заполнена информация, значит, мне в этом случае нужно вернуться и просмотреть все сведения, которые у меня указаны про мою организацию. так, так, закроем и вернемся опять к слайдам, значит, хочу в отношении НДФЛ и отпусков еще остановиться на одном моменте, то есть, у нас с отпусками связано несколько таких спорных моментов, ну, то есть, отпуска у нас бывают оплачиваемые, очередные, например, отпуска, и отпуска, которые предоставляются за собственный счет или в связи с уходом за ребенком. И сейчас мы с вами говорим про отпуска, которые очередные, оплачиваемые, как вы знаете, и сейчас уже достаточно давно действует положение о том, что отпуск должен предоставляться не реже, чем раз в два года, и если у вас накоплено больше отпусков, то это конкретное правонарушение, на которое сейчас достаточно активно обращают внимание. То есть, ежегодный отпуск, ну, в большинстве предприятий должен составлять 28 календарных дней и перенести его даже по инициативе предприятий, по инициативе работника, мы можем только на следующий год и то только в исключительных случаях, обратите внимание, исключительный случай, это тот, который мы можем обосновать для налоговой инспекции или трудовой инспекции. То есть, вот такой отпуск мы можем представить не позднее 12 месяцев после окончания рабочего года. То есть, вот мы должны были предприятия предоставить сотруднику в этом году, а он написал заявление, что просит в связи с тем-то и тем-то предоставить ему отпуск на следующий год, летом, например. То есть, вот в этом случае нам надо от него взять пояснение, почему при этом, в связи с чем, и помнить, что в этом случае мы рискуем нарваться на штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а кроме этого руководитель или эпист еще на сумму от тысячи до пяти тысяч за то, что нарушили такое положение трудового кодекса. И еще одно очень неприятное новшество, которое коснулось НДФЛ, это то, что с 1 января этого года у нас закончился переходный период и налоговые базы для НДФЛ определяют по совокупности налоговых баз. То есть, теперь мы должны суммировать налоговые базы, если у нас человек работает у разных работодателей. И в этом случае будет получаться, что например, с поставки 13% он уже будет получать не такое количество доходов и будет получать соответственно уже доходы, которые облагаются поставки 15%, то есть больше 5 миллионов свыше 5 миллионов начислений. Ну, соответственно, и усилий для того, чтобы получить от него справки с других мест работы нужно будет предпринимать немного больше, то есть нужно будет контролировать то, что человек если где-то работает, чтобы обязательно приносил справки о начисленных суммах. Еще один существенный момент это касается тоже НДФЛ и касается выплат, которые связаны с компенсациями и с ну, естественно, с вычетами. то есть было внесено изменения в лимиты, лимиты, которые не облагаются НДФЛ. То есть это в первую очередь коснулось транспортников или предприятий, у которых разъездной характер работы и, соответственно, у которых суточные были не лимитированы, а подчинялись местным локальным нормативным актам. В этом случае ввели для них ограничение, что не облагается НДФЛ сумма до 700 рублей за, если это командировочный, например, по территории России, или 2 500 за границами Российской Федерации. И суточные, то есть тоже соответственно в таких же пределах. И теперь не запрещены дополнительные выплаты, но они будут облагаться НДФЛ по обычной ставке 13 или 15 процентов. На самом деле больше всего это коснулось предприятий, которые, например, вахтовым методом работают, потому что такие начисления, есть судебная практика, где такие начисления составляли чуть ли не больше половины заработной платы, то есть 47 процентов и так далее. И еще один аспект, который затронул НДФЛ, это обложение НДФЛ зарплаты работникам нерезидентам. Здесь ситуация, ну, скажем так, 50 на 50, потому что с одной стороны бухгалтерам облегчилась работа, не требуется теперь отслеживать 183 дня, которые работник нерезиденции должен был находиться на территории Российской Федерации. теперь независимо от этого периода НДФЛ удерживается по таким же ставкам, как и для обычных резидентов, то есть 13 процентов в случае, если это больше 5 миллионов в месяц, то, соответственно, это 15 процентов. в этом случае мы бухгалтера имеется ввиду, не заморачиваемся с отслеживанием, сколько он был безвыездно на территории Российской Федерации, а просто считаем ему 13 процентов. А раньше у нас эта ставка составляла 30 процентов. с 1 января у нас предельная величина для страховых взносов для каждого физлица, то есть тоже увеличена, и на этот год она составляет 2 миллиона 225 тысяч, а была это сначала с нарастающим итогом с 24 года, а была в прошлом году 1 миллион 917 тысяч, ну то есть лимит тоже увеличен, предельная величина. И еще сейчас мы снова с вами переключимся в отношении НДФЛ, то есть регламентированный учет, сейчас мы это уберем, чтобы нам не мешалось, регламентированный учет раздел нас интересует и в общем-то отчеты, которые мы с вами можем получить по разделу, ну например, возьмем с вами зарплату, вот, обратите внимание вот на что, то есть у нас есть еще сервисы, которые содержат наименование кабинет, то есть у нас есть еще кабинет сотрудника и есть регламентированный учет, личный кабинет ЕНС, чем они отличаются от личных кабинетов, которые у нас были вот в этом разделе. Личный кабинет, который у нас доступен из зарплата и кадры и из этого раздела и из этого раздела, то есть это один и тот же кабинет, только ссылки на него в разных подразделах для удобства. То есть здесь у нас кабинет сотрудника, который позволяет сформировать справки, например, расчетные листки, справку 2 НДФЛ без участия бухгалтера, то есть самому работнику зайти и сформировать такой документ. Для этого надо подключить этот сервис, то есть вот здесь по ссылке мы можем перейти более подробно, почитать про него и почитать про контекстную справку по тому, как заполнить сведения для регистрации подключения. Ну, естественно, выбрать жертву, которая будет ответственным за данное подключение, ну, собственно говоря, техническую сторону один раз пройти и потом в последующем уже использовать эти сервисы по назначению, то есть облегчить работу бухгалтерам и себе сэкономить нервы. И у нас есть в разделе дегламентированный учет личный кабинет по ЕНС, личный кабинет по единому налоговому счету, значит, у нас доступен, обратите внимание, когда мы подключаем с вами отчет сервис 1С отчетность. Вот, если мы переходим по этому сервису, ну, мы, естественно, выбираем организацию, которая нас интересует, и программа нам пишет, что должен быть подключен сервис 1С отчетность. Если я перехожу сюда, то мне программка выдаст порядок, что я должна сделать для того, чтобы подключить эту отчетность. на самом деле сервис личный кабинет ЕНС достаточно удобный, но в нем указывается, если у меня не заполнено, то есть, видите, это данные из карточки моего юрлица, которые у меня не заполнены, мимо которых я пробежала в свое время, ну, то есть, соответственно, я должна всю эту информацию заполнить и уже после того, как заполню эти данные, проверить, что у меня с Крипто пром, то есть, получить сертификат. Мы с вами помним, что у нас сейчас сертификаты выписывают только налоговые органы, то есть, например, я уже не могу выбрать, например, учебный центр или какой-то, я могу выбрать только ИФНС, то есть, я должна получить сертификат, если у меня его нету, но сейчас в большинстве своем сертификаты на электронной подписи уже оформлены, если вы отчитываетесь, например, по электронной почте, скорее всего, вы отчитываетесь, потому что НДС мы сдаем только в электронном виде, риски нетрудоспособности тоже только в электронном виде, то есть, много где сдаем, где требуется электронная подпись. Ну, и, собственно, после того, как мы подключились к самой отчетности по единому налоговому счету, так, нет, мы можем видеть все движения, можем перераспределять, если, например, мы переплатили страховые взносы, мы можем за счет оплатить, например, прибыль, ну, и так далее. Так, и еще раз вернемся к нашим слайдикам. Вот, что хотелось сказать. Ну, то есть, вот вы видите на экране, это регистры налогового учета по НДФЛ, то есть, соответственно, это справка фактически о доходах, и здесь учитывается то, что вы заполняли, опять же, в справочнике уже про физлицо, про сотрудника, то есть, право на вычет, например, и вот этот момент, вот еще. У нас изменились размеры социальных выплат, это тоже связано с НДФЛ, то есть, у нас увеличились социальные выплаты, то есть, вычеты мы можем предоставлять теперь в сумме 150 тысяч рублей, не стоим 20, и вычет на обучение детей увеличился почти в два раза, но обратите внимание, что это на обоих работников, обоих родителей. ну и конкретизировано, что удаленщики тоже оплачивают НДФЛ из расчета 13% и 15%, ну и соответственно, мы помним, что 150 тысяч, и еще один такой момент, что у нас анонсировано в соответствии с налоговой реформой, у нас анонсировано 5 ставок НДФЛ, которые у нас будут, то есть, соответственно, надо уже мысленно привыкать к тому, что ставок будет не 2, 13, 15%, а 5. Ну и собственно говоря, про социальные вычеты, единственное, что хочется напомнить, что социальные вычеты на самом деле мы предоставляем по разным причинам, то есть, мы получаем по обучению возможность их предоставить документы, получить выплаты, то есть, обучение себя и детей на лечение, кроме дорогостоящих видов, на физкультурно-оздоровительные услуги, то есть, теперь фитнес до 150 тысяч тоже доступен, взносы пенсионного обеспечения, но это вот наиболее часто используемые, реже используются на накопительную пенсию и совсем уж редко используются на независимую оценку квалификации налогоплательщика. Вот этот вычет сам работодатель не предоставляет, но если работник подал декларацию и заявление в налоговый орган, то тогда значит он может получить такую оценку квалификации налогоплательщика. Ну, собственно говоря, на этом, пожалуй, все, что касается у нас новшеств или не новшеств, а текущего порядка составления полугодовой отчетности. Я хочу вернуться к нашему титульному листу, еще раз показать вам наши контактные данные, то есть телефоны, телеграм-контакты, адрес сайта и пригласить вас к сотрудничеству. Мы будем очень рады оказаться вам полезными и надеемся, что сотрудничество будет плодотворным. Если у вас есть пожелания, какие темы хотелось бы услышать, какие-то конкретные вопросы, мы с удовольствием ответим на них. Любым удобным для вас способом присылайте ваши вопросы. А на этом компания Кодерлайн благодарит вас за время, которое вы нам уделили, за внимание. Всего доброго, хорошего дня. time to see you. Продолжение следует... Продолжение следует...